Привет! И, к сожалению, фирменное приветствие в данном случае совершенно неуместно. Если ты считаешь себя супер-профи по отбиванию от мошенников, никогда и никому не раскрывал три цифры с оборота карты, на раз распознаешь нежелательные звонки и все в этом духе, то не думай, что ты полностью защищен. Я тоже себя таким считал, но вот выписка из НТС-банка, по которой я должен плюс-минус, плюс скорее, 80 тысяч рублей. Мне никто не звонил, мне никто не писал, я никогда не брал никакие микрокредиты, уж тем более не являлся клиентом МТС-банка. Тем не менее, 80 тысяч рублей. Внутри самого банка сидит какая-то маленькая структурка, маленькая организация, которая разводит людей на деньги без их прямого участия. Нет. Что? Нет. Предложения лучше не будет. И узнал я об этом только после звонков уже от коллекторов. В общем, сейчас расскажу свою мега-паучительную историю, в которой я целиком и полностью разобрался, от которой я, вроде как, надеюсь, полностью отбился. И этим самым спасу тебя и еще миллионы человек. Никто в нашей стране не защищен. Все началось в 2020 году. Да, это было 4 года назад. Ковид, все дела, как раз-таки поперли обзоры, и я покупал много-много-много разных телефонов. И один из них купил в МТС-банке. По-моему, это был такой же Realme, только чуть-чуть другой версии. Realme 6 Pro, насколько я помню. И к нему бесплатно в подарочек выдавали сим-карту. Отказаться от нее было можно, но она бы тогда осталась в отделении, поэтому я ее, конечно же, взял и даже какое-то время, около полутора лет, использовал как тестовую для теста, собственно, телефонов. Но впоследствии я сим-картой долго не пользовался, и, конечно же, она сама собой каким-то там образом заблокировалась. Я даже знать об этом не знал. Она лежит до сих пор где-то в тумбочке, и с ней ничего не происходит. Сейчас она просто не работает. И вот уже в начале этого года, в январе 2024, ни о чем не подозреваю, у меня все прекрасно, и я получаю письмо от МТС-банка. Причем приходит оно на почту, на мой старый адрес, по которому я не живу уже лет так 12, а не прописан, ну, последние года так 2,5. То есть, по каким-то старым данным, МТС отправил мне письмо на мой старый адрес. Да, конечно, конечно. Ну, ладно, я даже не обратил на это внимание. Я никогда не являлся клиентом банка, и, соответственно, я не мог получить от них никаких писем. Поэтому я просто подумал, что это какой-то маркетинг, какая-то рассылка. И, ну, ладно, оно там лежит и лежит, тем более это совсем в другом городе, далеко от того места, где я живу сейчас. Первое письмо такое было, причем уведомлениями переходили на телефон от почты о том, что пришло письмо. Какое-то, наверное, суперважное, с суперважным спамом, подумал я. Пришло второе письмо через 2 недели, когда я не забрал первое. Ну, так бывает. В итоге и второе письмо до меня не дошло. И уже прошло много времени. И в апреле 2024 года, то есть вот совсем недавно в апреле этого года, мне поступил звонок. Звонок ранним воскресным утром, когда я сплю часов 8. Прямо-таки позвонили. Да. Алло. Да-да. Ну, как там с деньгами? И разбудили меня. Разбудили, говорят, алло, я могу поговорить с таким-то, таким-то. Ну, вот эти типичные разводные какие-то схемы. Я, соответственно, говорю, нет, кладу трубку и забиваю. Еще через неделю мне снова звонят. И на этот раз уже более настойчиво, более грубо. Мы с коллекторского агентства, вы должны денег, будем обращаться в суд. И вот много-много всего. Какие-то, короче, запугивания. Опять. Не привык жить в постоянном страхе? Ну, я такой уже более мягко с ними начинаю разговаривать. Типа, что-то не так. Но потом снова вот эта какая-то странная схема. Я разговариваю с таким-то, таким-то. Я говорю, да, назовите последние цифры серии паспорта. Вы что, охренели? Конечно, я опять кладу трубку и уже вообще не отвечаю на это. И после этого у меня закрываются какие-то странные подозрения. Должен кому-то денег, причем сумму они назвали, это было 80 тысяч, как раз-таки то, что я, казалось, и должен. Должен денег. Письмо от МТС-банка. Первое, что сделал, конечно же, я позвонил в МТС, потому что я даже знать не знал о существовании МТС-банка как отдельной структуры. То есть есть МТС как оператор сотовый и есть МТС как банк. Ну, ладно, я никогда не пользовался их услугами, повторюсь, поэтому мне это было вообще не надо и неинтересно. Я позвонил в МТС, они мне сказали, нет, вы нам ничего не должны, все в порядке, все нормально, жить спокойно, на балансе у вас есть деньги, все нормально, все хорошо. И я как бы успокоился, ладно. Но потом коллекторы начали звонить уже моим родственникам, знакомым, они находили номера вообще всех, обзвонили всех, и уже оттуда я начал узнавать, что я должен МТС-банку, что вообще произошло, что случилось. Мне об этом никто не сказал, что я должен именно МТС-банку. Соответственно, я звоню в МТС-банк, и уже там мне говорят, да, вы должны. Конечно же, мне пришлось добыть номерок МТС-банка, чтобы уже позвонить им и узнать, в чем, собственно, дело и как так вышло. Я им позвонил, и оказалось внезапно, что на меня оформлено три кредитные карты. Все они были оформлены практически в один день, в декабре 2023 года. Конечно же, я знать ничего не знал об этих сим-картах, и мне предложили обратиться в МТС-банк. В МТС-банк, который есть в городе. Ладно, конечно же, я был в полном шоке, и это было в субботу, но мне сказали, что МТС-банк не работает, нужно обращаться в понедельник. И все это время, эти два дня, коллекторские агентства просто беспрерывно названивали по всем вообще людям, наверное, которых я знал, и которые имели со мной какие-то контакты. Откуда у них эти базы? Откуда они знают, с кем я вообще разговариваю, с кем я работаю, с кем я... Как так вообще вышло? Но суть в том, что окей, я пришел в МТС-банк, и мне говорят, да, вот на вас есть три выписки. Вот они, выписки по трем кредитным картам. И я сейчас даже озвучу. 22 700 рублей, 20 506 рублей и 43 929 рублей. Три выписки. Три выписки на три кредитные карты, которые я не брал, о которых я даже не имел никакого представления. То есть мне не приходили никакие смс-ки, ничего, никакой информации. Получается, с декабря я дворик, февраль, март, апрель, до апреля я знать ничего не знал. Четыре месяца я ничего не знал о том, что я кому-то что-то должен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что? Ну, это же чур! Соответственно, меня тут же попросили накатать заявление, довольно длинное. И знаете, что меня больше всего смутило? Что в МТС-банке, в котором я был, вот прямо такие отделения, не было никакого удивления. Даже в моем небольшом городе это было настолько нормально. Когда пришел, типа, говорю, ну, тут есть кредитные карты, и я по ним должен. А, ну, это обычное дело. Это обычное дело! Да ладно! Это обычное дело, когда с человека списывают огромную сумму, уже звонят коллекторы, задалбывают его. И это для них обычное дело. МТС, это для вас обычное дело, когда вы обманываете, по сути, людей. Что здесь происходит? Это какая-то глупая шутка. И знаете, что впоследствии выяснилось? Вот я написал заявление, после чего мне сказали взять это заявление. Ну, сам банк его, естественно, рассмотрит в течение недельки. И после этого мне сказали сходить в полицию. Хорошо? Как так получилось, вот это самый главный сейчас момент, как так получилось, что на меня смогли взять три кредитные карты без абсолютно моего ведома и без того, что я когда-то хотя бы являлся клиентом МТС Банка? То есть, у МТС Банка не было никаких моих данных. Как так вышло? Это все настолько тупо и просто. МТС настоящие мошенники. Я вот прямо сейчас об этом заявляю. И везде, где только это можно, я постараюсь распространить это видео. Еще и текстом это все добью. МТС мошенники. Это все сделано именно под каким-то руководством. Именно и самого МТС Банка, и МТСа в частности. Потому что вот эта сим-карта, которая была на меня когда-то оформлена и перестала существовать, она списалась с меня в 22-м году, два года назад. И кто-то, ее оформляя, получил вместе с этой сим-картой все мои паспортные данные. Все то, что я предоставлял, все то, что я давал МТСу, оказалось в руках третьих лиц. И, скорее всего, это совершенно не случайное событие, да, МТС? Может быть. А может и нет. А может пошел ты? В общем, вместе с номером телефона, который как бы принадлежал мне, этот человек, который его оформил, завладел и вообще всеми моими данными. Удивительно, не правда ли? И знаете, что самое классное? Я, конечно же, позвонил по этому номеру, пробил его по разным контактам, и оказалось, что все, он выключен, и он снова никому не принадлежит. Все, он как бы нигде не числится, нигде не оформлен. И на простой запрос МТСу, ну вот как бы я прямо написал запрос в МТС. А давайте-ка вы предоставите мне данные, кому принадлежал этот номер телефона, кому вы его оформили. Ну, если вы не мошенники и не поддерживаете мошенников, наверное, вы можете предоставить мне эти данные, чтобы я с ними прямо напрямую пошел в полицию, и все, есть имя, фамилия, есть адрес, есть паспортные данные. Человек, который оформил эту сим-карту, знаете, что сказал МТС? Нет, нет, конечно, это конфиденциальные данные. А значит, мои данные вы могли распространить куда угодно, да? Класс. А вот на эту тему комментариев я никому не даю. В общем, не получив от МТСа ничего, кроме взятого заявления, мне предложили обратиться в полицию, и вот оно, мне выдали в полиции талончик, талон уведомления. Причем это из полиции, и есть еще одно из следственного комитета. Сперва я пришел в полицию, там на меня посмотрели, такой, м-м-м, задумчивый, да, м-м, да-да-да-да, вот прям. Прям, вы, конечно же, не первый, у нас таких сотни дел каждый день, в полиции маленького города, алло. В общем, продержали меня в дежурке где-то час, и сказали, это не наша юрисдикция, вали в следственный комитет. Чего? Окей, вопросов нет. Я поехал в следственный комитет, и там просидел где-то еще часов шесть. То есть вот весь день абсолютно на смарку прошел, но это ладно, день это хорошо, потраченный день это ладно. В следственном комитете меня расспрашивали полностью, у меня даже взяли телефон и проверили, реально ли у меня не было установлено приложением Тестбанка, реально ли я не брал эти кредиты, просто полазили по моему телефону. Оказывается, это нормальная процедура, типа так должны делать. У меня расспросили все, что можно, и знаете, какая классная фраза, это вот прям, прямо сейчас будет цитата. Хорошо, что с этих карт ничего не перевели на Украину, на донаты, потому что тогда бы уголовное дело пришлось заводить уже на тебя. Класс, да? Просто шуточки, вот такие вот профессиональные шуточки людей, замечательно. В общем, все, что я узнал из общения со следователем, из вот всего этого прохождения, там из шести часов, что это дело абсолютно мертвое. Будет заведено уголовное дело, без сомнения, оно заведено, я точно об этом знаю, но оно абсолютно мертвое. Невозможно поймать такого рода мошенников. И, естественно, у меня было несколько вопросов. Первое, у вас есть номер телефона, вы можете его пробить и узнать владельцев. Нет, потому что они должны делать запросам ТС-банк, потому что сложно долго вообще сморачиваться, тем нафиг надо. Никто не сделал этого, банально, все, у вас есть все, чтобы это сделать. Алло, вот номер телефона, вы его пробиваете, у вас есть все данные. Когда оформляют сим-карту, вписывают имя отчества, фамилию, паспортные данные, адрес места жительства, все, у вас есть все на человека. Нет, этого делать никто не стал. Мне прямо в открытую сказали, этого человека не найдут. А какого хрена? Если МТС не признает, что этот кредит не мой, то мне придется его выплачивать. Кредит, который я не брал, деньги, которые я никуда не брал. Вот, это безумно удивительное событие. Алло, полиция? Все, что я понял из общения со следователем, что можно воровать таким образом все, что угодно. Если вы житель России, то, пожалуйста, можно быть мошенником любого уровня, и вам за это ничего не сделают. Потому что, ярый пример, вот, вот оно только что произошло на моих глазах прямо со мной. Ой, когда все это кончится? Никогда. В каждой выписке, наобороте, есть перечисленные адреса, места, транзакции и даже номера банкоматов, с которых были списаны деньги, с которых были переведены деньги. Все есть вот здесь, вот абсолютно все, все данные, которые нужны полиции для расследования этого дела. И думаете, кто-то этим займется? Кто-то это сделает? Нет. Все, я, ну, точно видно, что перевод, снятие наличных, Казань, номер банкомата. Все. Я им говорю, что, типа, ну, как бы, вот человек снял деньги в Казани с одной из кредитных карт, которая была оформлена на меня. Но это же явно вот тот самый мошенник, да? Ну, вот, как бы, это логично. В каждом банкомате стоят камеры, все отслеживается. На что мне сказали, что это прям абсолютно по секрету. Камеры в банкоматах пишут две недели, все. А транзакция совершена полтора месяца назад. О, какой поворот! Вот это поворот! О, какой поворот! Вот это поворот! Все, то есть, человека этого невозможно найти. И дальше началось мое личное собственное расследование. После того, как я сходил в следственный комитет, и мне объяснили, что это абсолютно дохлый номер. И, кстати, после похода, это было 15 апреля, записывая видео, 1 июня, прошло 45 дней. Мне должны были ответить в течение 30 дней. Хотя бы, как идет ход расследования, что по моему вопросу было решено, сделано. Я загуглил, я посмотрел в течение 30 дней. Думаете, мне ответили? Нет. Нет! Просто нет! Ага, дерьмо полное. Все, все уже забили явно на это дело. Ладно, я взял все эти выписки, я напряг весь интернет, я совершил какое-то вот мини-расследование. И оказалось, что все просто, что все кардинально просто. Все кредитные карты были оформлены с разницы в один день. Это как бы было вот прям... И с каждой карты деньги были списаны практически моментально. С одной карты все было обналичено в банкомате в Казани. Вот прям полностью вся сумма, которая там была, взяли, обналичили и все. И, соответственно, за это еще была огромная комиссия, которую мне бы тоже пришлось платить за человека, который это обналичил. С двух других сим-карт все стало куда интереснее. Вот здесь, я, наверное, не буду показывать таблистка, потому что это конфиденциально и бла-бла-бла. Но суть в том, что абсолютно в каждой такой бумажечке написано, каким образом были покинуты, переведены деньги с карты. И смотрите внимательно. УАЭ, то есть Объединенные Арабские Эмираты, Gmail, Lake Tower, Spy, Dubai, Popbox. В общем, здесь все вплоть до адреса. И знаете что? Здесь еще такие странные транзакции. 2058 рублей 16 копеек. Очевидно, что это не было снято в рублях, может быть, в каких-то дирхамах. Но я посмотрел на адрес, и это какой-то продуктовый магазин. Практически все транзакции были совершены вот в этом продуктовом магазине. И либо в этом продуктовом магазине есть какой-то банкомат, с которого, соответственно, списывали деньги в дирхамах, и поэтому такие не круглые цифры. Либо просто оплачивали свои покупочки. То есть 60 тысяч примерно ушли куда-то в Дубай, и еще 20 где-то осели в Казани. Вот и все. Максимально простое расследование. Дальше, ну, соответственно, полиция местная не будет сотрудничать с полицией Дубая. Но Казань, Казань, вот это, ну, это совершенно недалеко. Можно было сделать какие-то действия, но в полиции, в следственном комитете не захотели делать ничего по этому вопросу. Нет, не сегодня. Поэтому совсем пришлось разбираться самому. Коллекторы все еще названивают, но уже хотя бы не по родственникам, а просто мне. Я их шлю нахрен. Ну ладно, то есть вот максимально грубое общение. Они отваливаются, примерно сутки уже не звонят. На следующие сутки, видимо, происходит смена там людей на колл-центре. И все, они начинают звонить по новой. Ну ладно, от этого можно было отбиться. При этом я сам названиваю постоянно в МТС-банк, что там с ходом вот этого расследования, что происходит. И в какой-то момент мне приходит сообщение, сообщение, письмо мне приходит, о том, что все, все одобрено. Эта сим-карта вам не принадлежала, спасибо огромное. Я и без вас это знал. И поэтому все долги с вас будут списаны. Или нет. Окей, замечательно. Предвидя что-то нехорошее, я все равно попросил их прислать мне бумажечку о том, что у них реально ко мне нет претензий. Они ее прислали в максимально мутной форме, но мне было уже все равно. То есть они засрали мне кредитную историю, а она для меня очень важна. И ладно, они эту кредитную историю должны были почистить, это еще нужно проверить. На вот данный момент еще ничего не почистили. Они сообщили коллекторам, чтобы меня больше не задалбывали. И как бы все. Это произошло спустя неделю, где-то 22 апреля. Все. После 22 апреля я подумал, что все закончено, что можно с этим нормально жить. Вот у меня есть выписка от МТС банка, вот мне уже не звонят коллекторы, я никому ничего не должен. Все замечательно, все классно, но нет. Я пошутил. Спокойно спал я. Недолго. Буквально 30 мая я проснулся не по будильнику, а от смс-ки. От 4 смс-ок от 4 разных банков. В каждом было написано о том, что по решению суда, или как-то так, я точно не помню формулировку. Но суть в том, что карта заблокирована. Карта Сбербанка, карта Альфа-банка, карта Кубань-кредита, о которой я даже не знал. Оказывается, на меня еще была открыта эта карта. И карта ВТБ. 4 карты. Тинькофф. Почему-то только Тинькофф не заблокировал мою карту. За что им огромное спасибо. Круто. Да это ж круто. Но суть в том, что я находился в другом городе, и все 4 карты были заблокированы. Начиная где-то со времен ковида, с 2021 года, наличкой не пользовался вообще. И вот я в другом городе абсолютно без денег. Потом уже после этого приходит следующая смс-ка, которая скрывает хоть что-то. Хоть что-то становится понятно, что по исполнительному производству судебных приставов мне заблокированы все карты с долгом в 21 тысячу рублей. То есть, по одной из кредитных карт мне выставляют счет, и я должен его погасить. Я так подозрю, и будут еще остальные, но пока что прилетело только за дно. И вот 4 заблокированные карты, нет налички, я в другом городе. Что с этим делать? Вообще непонятно. Хорошо, что я решаю кое-как там, нахожу номер телефона пристава, который вынес это решение. Пытаюсь ему дозвониться, и где-то с 8 утра я смог дозвониться только часа в 3 дня. Случается дерьмо? То есть, вот это время полное непонимание, что происходит, МТС это, или может что-то еще случилось, кто-то еще взял на меня 20 кредитов. Никакого понимания, просто без денег я не мог поесть, ты не можешь уехать из этого другого города, потому что ну тупо нет денег на то, чтобы купить билет. Не можешь поесть, не можешь ничего, все, счета заблокированы, денег нет вообще. Это, я вам скажу, прям максимально неприятная ситуация. И вот я выясняю, в итоге дозваниваюсь до пристава, и оказывается, что МТС Банк выставил мне претензию на одну из кредитных карт. Кого? Чего? Почему? Что думаешь? Хребно, блядь! Тяжелый был день. Логично сразу же обратиться в МТС Банк, на что у него в МТС Банке, опять же, очень долго, это через трех операторов техподдержки пришлось пройти, потому что один тупит, не понимая, типа, да-да-да, все, мы не будем вам звонить по поводу вашего долга. Да не звоните мне, хорошо, я вам ничего не должен. В итоге, опять обратившись в МТС Банк, пойдя ножками физически, я выяснил, что на меня все еще числится этот номер, точнее не на меня, а вот этот, все кредиты, взятые на этот номер, все еще числится на меня. Они списали старые долги, за это огромное спасибо. Но осталась еще дебетовая карта, остался какой-то накопительный счет, осталась куча всего по этому номеру, что как бы принадлежит мне. Опять, бери, допользуйся. Хорошо, что уже номер к этому времени был отключен, и как бы этот мошенник снял 80 тысяч, и нормально, ему все хорошо. Замечательно! Так, ребята, вы гений! Но суть в том, что они просто списали долг, но все, что новое бы на меня брали, на меня бы это все снова повесили. Вау! Дошипеть я на вас хотел! В итоге приставы, которые исполнили дело не по суду, внимание, обычно приставы, когда списывают долги, вот все это происходит, это все делается по суду. На меня не было заведено административного дела, не было никакого суда. Все было по решению нотариуса Тотемского района Вологодской области. Это хрен знает где от меня. Нет, Слав. Я живу в Краснодарском крае, МТС-банк зарегистрирован в Москве, Тотемский район, Вологодск. Что это вообще такое? То есть по решению нотариуса без суда мне блокируют все сим-карты, и просто пошел я нахрен. Это как бы не совсем, наверное, правильная работа судебных приставов, да? Я так понимаю. Может быть, нужно было позвонить, предупредить, что что-то должно произойти, я знать не знал о том, что мне могут заблокировать сим-карты. Несправедливо! В общем, после всех выяснений оказалось, что кредит все еще как бы висит на мне, и МТС имеет ко мне претензии. Вау. Опять же, я обращаюсь в МТС-банк, мне выдают справку о полном погашении задолженности. Не о том, что что-то списано, а о том, что я их погасил. Обязательства по кредиту выплачены в полном объеме. То есть как бы, типа, его брал, получается, и моя кредитная история будет уничтожена полностью. Это еще все предстоит выяснить, я еще не знаю наверняка, как это будет работать. Но суд о том, что этой бумажки хватило на то, чтобы приставы разблокировали мне карты. Но, конечно же, случается это не моментально. Они подают запрос, карты через какое-то время разблокируются. И вот сегодня 1 июня, и вот только сегодня с утра карты были разблокированы. То есть прошло все равно 2 дня, был без карт. Как я добирался из другого города, это вообще отдельная история, заслуживающая голливудского фильма. И вот конец этой истории, даже не конец, нет, скорее всего, у меня придут также блокировки по двум другим кредитным картам. Но суть в том, кто виноват и что с этим делать. Самое первое, в первую очередь вина лежит на МТС. Не даже МТС банки, а на МТС. Каким образом, продавая сим-карты, вы вместе с этим продаете и мои данные. И не мои данные, а сколько еще миллионов человек пострадают по той же схеме. Судя по тому, по реакции МТС о том, что это все нормально, даже когда я пришел в МТС уже с повторным, что мне пришло от судебных приставов, предписаний и заблокированные счета, они снова не удивились. Ну да, так бывает, окей, нормально, сейчас заявление вам дадим, с ним можете обратиться к приставам. Не ожидал такого. Чего, блин? То есть это абсолютно нормальная тема для МТС банка. В общем, МТС буквально продает своих клиентов. Классно, да? И вот за это, мне кажется, МТС должен понести наказание. Я всячески постараюсь этого добиться. Второе, полицейская система. Никто не будет искать этих мошенников. Это абсолютно дохлый номер. Все это висяк, это положили куда-то в дальний ящик, и все, никаких вообще действий по этому поводу предпринято не будет. Ты можешь воровать спокойно деньги, и тебе за это ничего не будет. Мне это в голове не укладывается. Все эти дела, безопасность, полиция, чем вы заняты? Чем? Пропало 80 тысяч. Банк нагнули на эту сумму. 100% это все застраховано, но я не застрахован. Мне пришлось потратить на это много дней, много нервов. Это стресс, заблокированные карты, счета, походы в суды, в следственные комитеты. Это все сложно, это все угнетает просто-напросто. И, конечно же, судебные приставы. По исполнению некого вообще объекта, субъекта третьего лица, все это было предпринято, и вы без разбора взяли, заблокировали все карты абсолютно. И, типа, это нормально? Это нормально. И самое главное, что с этим совсем делать? У меня для вас есть три простых действия. Первое. Прямо сейчас вот вы досмотрите это видео до конца и сразу же позвоните в МТС. Сперва в сам МТС, а потом еще и в МТС Банк. И убедитесь, что у вас нет старых номеров, старых левых номеров. Убедитесь, что на вас не висят никакие кредитные карты, которых вы не знали, потому что эта штука довольно-таки не старая. Это абсолютно новый развод, новый тип развода. И просто убедитесь, что у вас ничего нет. Даже если вы вот два года назад являлись клиентом МТСа, позвоните и убедитесь, что на вас ничего не висит. Вы можете заранее предотвратить вот всю эту беготню, которая случилась со мной. Второе. Это в МТС Банке есть такая фишечка, и есть она во многих других организациях, что вы можете поставить запрет на открытие кредитных карт онлайн. Только при вашем личном посещении банка можно открыть вам кредит и кредит онлайн. Первое. Поставьте этот запрет обязательно. Даже если вы не являетесь клиентом МТС Банка, позвоните и поставьте этот запрет. И третье. Через бюро кредитных историй и даже через госуслуги, в принципе, если вам не хочется заморачиваться с бюро кредитных историй, можно поставить самозапрет на взятие кредитов. Не кредитных карт, а именно вот таких физических кредитов. Опять же, только вы, явившись в банк, можете взять никаких онлайн одобрений, ничего. Если вы не часто пользуетесь кредитами, обязательно это сделайте. Вы обезопасите себя просто невероятно. Вот никто не сможет вам уже тогда ничего сделать. Обойти этот запрет без личного вашего посещения просто невозможно. Поэтому учитесь на чужих ошибках. Сделайте вот эти три простых действия, которые спасут вас от вот этой всей беготни. И реально, меньше нервов. И МТС Банк просто контора мошенников. Сам МТС это нечто невероятное. Я не представляю до сих пор, как можно вот так продавать абсолютно левым людям твои данные. Это у меня в голове не укладывается. В общем, ролик и так получается очень длинным. Поэтому берегите себя. Мошенники могут быть не только вот такими тупыми, которые звонят и говорят вам, продиктуйте три цифры на обороте. Нет, это все старый развод, на это уже никто не ведется. Они постоянно придумывают что-то новое. И, видимо, завербовать кого-то из крупной компании теперь гораздо проще и выгоднее. Я не удивлюсь, что такое может быть и с другими организациями. Но вот конкретно МТС. Все. Я больше никогда в жизни, я никогда и не собирался быть клиентом МТС. И никогда больше не буду клиентом МТС. И вам советую того же. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, кому-то это будет полезно и кого-то это спасет. Всего хорошего, Джентль. Субтитры сделал DimaTorzok